Спиртельное ДТП с участием чиновников. В Закарпатье машина, за рулем которой был глава Переченской рай-госадминистрации, сбила двух пешеходов. Одна женщина погибла на месте. Экспертиза уже подтвердила, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Все подробности в материале. Как произошла авария, запечатлила камера видеонаблюдения в Перечене. По обочине идут две женщины. Навстречу едет машина. Ударяется о бетонный бордюр, ее отбрасывает на соседнюю полосу и тротуар. Велико на Ужаров. Велико сюда, выехал на ту сторону и поехал. На тротуаре сбил все ноги, все потягнул их туда. А это видео сняли свидетели сразу после аварии. На нем водитель внедорожника. Люди сразу узнают главу Переченской рай-госадминистрации Виктора Олефера. Мужчина едва держится на ногах, речь не связная. Дуже пьяный, дуже, дуже, дуже пьяный. Он не мог стоять, он встал поближе той женщины, схватился за голову. Ну, захотел он им, и он еще встал на женщину, на ту, что лежала. Он еще на ней встал, ногами. Мы услышали свист и удар великий. Выбегли, но он не вменяемый, он даже говорить не мог. Я просто в шоке. Честно, уже такая людина сидит за рулем и в таком неадекватном состоянии. Внедорожник проехал по тротуару несколько метров. Его остановило ограждение кафе. От полученного удара на месте скончалась 57-летняя женщина. Вторая, пострадавшая в тяжелом состоянии, находится в областной больнице. Сусида, а там сусида молодая, такая женщина, дуже добра, дуже такая, дуже добра. Ну, жалко ехали. Они каждый вечер прогуливались, шли кругом так по улице и гуляли. Согласно заключению областного наркодиспансера, Виктор Олефер находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали. Областной прокурор уже предъявил ему подозрение. Меру пресечения суд изберет в понедельник. Прокуроры будут настаивать на аресте. Полиция распочала за данным фактом криминальное проведение. Это порушение правил безопасности и дорожного движения, что причинило смерть потерпелого. Санкция статьи предпочитает избавление воли на срок от 3 до 8 лет. Следствие проводит специализированный отдел следовательного управления ГУНТ области. Губернатор Геннадий Маскаль поддержал прокуроров, требует для задержанного ареста и рассказал, Олефер отстранен от выполнения служебных обязанностей и уже написал заявление об увольнении. Кроме того, стало известно, что за час до аварии в перечине Олефер устроил еще одну аварию. Протаранил «Жигули» в селе Ворочево. Полиции пояснили, когда приехали на место аварии, внедорожника уже не было, а владелец «Жигулей» не имел претензий к виновнику ДТП. Поэтому тот задержан не был. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал «Интер», Закарпатская область.